Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 3.5.5. Для этого скачиваем Пакетрейсер и сразу же его открываем. Он будет открываться буквально несколько секунд. Мы просто подождем. Сегодня мы будем изучать TCP IP и OSI в действии. Посмотрим, как они работают и попробуем с ними немного поработать. А наш Пакетрейсер уже открывается. Нам нужно... Ждем. Ура! Он открылся. Здесь вводим имя. Например, мое имя Карина. Также вводим email и группу. Нажимаем ОК. Подтверждаем. Теперь открываем сам Пакетрейсер. Вот он. И сразу же задание. Вот оно. Закрепляем. И давайте будем сегодня его делать. Это опять-таки обзорное задание. Мы будем просто разбираться, как работает TCP IP и OSI модель. Но при этом не будем ничего настраивать и не будем получать баллы за это. Но нужно будет обязательно отвечать на вопросы в PDF-файлике и отправить PDF-файлик вместе с этим заданием. Давайте начнем. Первое, что нужно сделать, это изучить HTTP трафик. Для этого переходим из режима реального времени в режим симуляции. Это делается вот тут. Прямо за моей спиной на этом видео. Нажимаем режим симуляции. Это нижний правый угол. Далее выбираем, что у нас по фильтрам. У нас сейчас выбран фильтр HTTP. Нам нужно нажать кнопку Edit Filters. У нас появится список всех возможных вариантов. У нас есть, например, UDP, TCP, STP, SMTP и так дальше. А мы нажимаем кнопку Show All None. Таким образом, мы сейчас не выбрали ни один фильтр. Теперь нажимаем Show еще раз. И мы выбрали все фильтры, которые мы могли бы использовать. Что у нас дальше? Нам нужно сгенерировать HTTP трафик и выбрать только HTTP для фильтров. Нажимаем Show All None и еще раз выбираем HTTP так, как и было в начале. Закрываем. Вот, выбрали. Теперь нажимаем на Web Client, Desktop, Web Browser. И переходим по ссылке www.osilocal. Просто копируем эту ссылку, нажимаем Enter. Нажимаем Go. Теперь у нас пока ничего не происходит. Нам нужно нажать кнопку Capture Forward. Нажимаем. И у нас появился один пакет. Мы можем на него посмотреть, что это за пакет и так дальше. Тут, наверное, расписана вся информация по уровню модели OSI. И вот тут тоже. Нажимаем еще раз Capture Forward. У нас пакет из Web Client отправится с запросом на Web Server. Web Server его обрабатывает. И отдает клиент уже готовую информацию, ту, которую он запросил. И вы можете исследовать каждую из пакетов на каждом из уровней. И отвечать на вопросы, которые есть у нас в PDF файлике. Давайте теперь откроем Web Client и увидим, что наш Web Client получил HTML страничку с вот таким вот текстом. О том, что мы успешно имеем доступ к Web Server. Откроем задание и посмотрим, что у нас дальше. Нам нужно изучить HTTP пакеты. Для этого давайте откроем. Секунду. Нажимаем на один из пакетов. Давайте вот этот. У нас открывается PDU Information Service на нашем пакете. У нас это веб-сервер. Теперь. Секунду. Давайте я открою вам задание. Вот. Дальше что нужно сделать. У нас есть две вкладки. OSI. OSI Model. И Outbound PDU Details. И Inbound. Вот вы можете их пощелкать и посмотреть на все данные по этому пакету. Теперь. Если мы выбрали правильный пакет, то у нас должны быть данные по седьмому уровню. Секунду. Вот у нас все пакеты. Смотрим дальше. С помощью кнопок Next Layer и Previous Layer мы можем, по сути, менять уровень PSI модели на пакете и видеть информацию, которая у нас здесь есть. IP адрес, порт, например. И либо любая другая дополнительная информация. Таким образом, нужно перечитать всю информацию и поотвечать на вопросы, которые у нас указаны вот здесь. Дальше отображение элементов семейства протоколов TCP IP и IP. Давайте начнем. Нам нужно закрыть все окна с нашими пакетами. Закрываем. Готово. Далее выбираем Edit Filters и показать все. Show All. Вот. Теперь мы можем видеть все возможные фильтры и все возможные типы пакетов. IRP, TCP, DNS и так дальше. Вам нужно будет их записать также в IPD файлик. Что у нас дальше? Находим DNS, нажимаем на первый DNS. Дальше смотрим наши вкладки Outbound Information. И у вас также будут здесь вопросы, на которые вам нужно будет ответить. Но для этого нужно внимательно прочитать задания. И, по сути, у нас остается только Challenge Questions. Вот они. Также нужно будет внимательно почитать и ответить. А на этом все. Думаю, всем пока. Ну, всем пока. Прибы Снова. Продолжение следует...